Меня часто спрашивают, как управлять теплыми полами и радиаторами по зонам, по отдельности в каждой комнате. Рассмотрим на примере вот этого дома, где мы выполнили проект по отоплению и водоснабжению. Давайте начнем с этой комнаты. В данной комнате у нас установлены и радиаторы, и теплые полы есть. И вот с помощью данного термостата мы будем управлять одновременно и теплыми полами, и радиатором. Соответственно, на радиаторе у нас уже термостатическая головка не нужна. И давайте пройдем в гостиную. Вот такая у нас гостиная. Здесь у нас установлены три радиатора и три контратеплых полов. С помощью вот этого термостата мы будем управлять только теплыми полами. Радиаторы будут работать уже сами по себе. И температура на радиаторах будет задаваться уже с помощью термостатических головок, которые установлены на самих радиаторах. Все эти трубы, которые вложены в полу, они у нас идут в котельную. Вот такая у нас котельная. В котельную у нас установлен распределительный коллектор для теплого пола и для радиаторной системы отопления. На данных коллекторах будут установлены сервоприводы, с помощью которых будет как раз управляться каждый контур по отдельности. Данными сервоприводами уже будут управлять термостаты, которые установлены в комнатах. То есть, вот этот термостат будет управлять контуром теплого пола вот в этой комнате и контуром, который идет на радиатор в этой комнате. В конкретном данном случае у нас висит комнатный термостат от компании Valtech. Модельку данного термостата вы сейчас видите у себя на экране. На самом деле может быть любой другой производитель, сейчас их достаточно большое количество на рынке. Данный термостат является проводным, к нему нужно подвести электропитание 220. У него встроено два датчика. Один датчик, который меряет температуру по воздуху. Второй датчик выносной, который меряет температуру поверхности пола. У данного термостата имеется два управляющих реле, который может управлять одновременно двумя сервоприводами. И от этого термостата нужно приложить кабель до сервопривода, который установлен на коллекторах. В данном случае получается два кабеля. Один кабель у нас идет на сервопривод для теплого пола. Второй кабель идет на сервопривод радиатора, который установлен тоже в этой же комнате. Комнатный термостат устанавливается на стену на высоту от пола примерно где-то 0,5-1,2 метра Желательно, чтобы на термостат не попадались солнечные лучи, прямые солнечные лучи Не было рядом никаких сквозняков И не было никаких тепловых излучений, которые могут повлиять на корректную работу термостата То есть в данном случае термостат висит не совсем правильно То есть тепло данного радиатора может влиять на корректную работу данного термостата Поэтому термостат лучше вешать подальше от радиатора И желательно, чтобы рядом не было никаких тепловых излучений Также желательно, чтобы вокруг термостата тоже было достаточно свободное пространство по воздуху Чтобы был воздухообмен, чтобы термостат правильно замерял температуру воздуха в помещении Логика работы данного двухконтурного термостата такая Допустим, на улице весна Ночью у нас достаточно прохладно, северный ветер Температура по воздуху вы задали 23 градуса Температура поверхности пола 26 градусов Если у нас температура по воздуху ниже 23 градусов Одновременно работают и радиаторы, и теплые полы Как только температура достигает 23 градусов, отключаются радиаторы Но теплые полы продолжают работать Допустим, наступил день, вышло солнышко весной, резко потеплело днем И температура даже с теплыми полами начала повышаться больше 23 градусов В этом случае теплые полы тоже начинают время от времени отключаться, чтобы не перегреть воздух в помещении Если температура начинает понижаться, работают сначала теплые полы Если температура продолжает понижаться и теплых полов недостаточно, начинают подключаться уже радиаторы И таким образом всегда поддерживается комфортная температура и по воздуху, и по поверхности пола Данным термостатом можно управлять как в ручном режиме, так можно и запрограммировать Если вы находитесь на работе днем, то температуру поверхности пола и по воздуху можно поддерживать поменьше Тем самым экономия, опять же, газ, либо электроэнергии К вашему приходу к 7 часам вечера теплые полы сами прибавят Если их будет недостаточно, включится еще радиатор И опять же, когда вы ложитесь спать, нужно чтобы в комнате было посвежее В этот момент, соответственно, тоже можно убавить чуть-чуть температуру и по воздуху, и по поверхности пола Все это за вас сделает программа, которая уже задается заранее на термостате И к вашему пробуждению утром Допустим, вы хотите наступать уже утром на теплые полы, чтобы они были уже достаточно теплые Все это тоже можно запрограммировать И в 7 утра теплые полы разогреться до заданной температуры Таким образом, можно программировать И поддерживать всегда комфортную температуру, необходимую в данной комнате Теперь давайте пройдем гостиную Как я уже ранее говорил, в гостиную у нас теплые полы и радиаторы И тоже есть термостат Единственное, данный термостат у нас отличается от того термостата, который установлен в той комнате Который управлял и радиаторами, и теплыми полами Данный термостат у нас управляет только теплыми полами В данной комнате у нас только три контура теплого пола И вот этот термостат у нас управляет только теплыми полами Радиаторы у нас в этой комнате работают уже независимо, сами по себе данный термостат мы будем рассматривать тоже от компании Valtech модельку данного термостата вы сейчас видите у себя на экране я все ссылки по этим термостатом оставлю у себя в описании кому интересно можете посмотреть данный термостат практически ничем не отличается от того термостата который мы рассматривали ранее от двухконтурного термостата он получается как бы одноконтурный то есть у него одно только управляющие реле и от данного термостата нужно протянуть только один кабель до распределительного коллектора теплого пола а как же управлять остальными контурами теплых полов у нас ведь в гостиной три контура теплого пола и все эти трубы у нас приходят к данному коллектору на самом деле все просто и устанавливается не один сервопривод устанавливается еще два сервопривода в общей сложности 3 сервопривода и подключается все к одному вот этому кабелю то есть одновременно 3 сервопривод будет закрываться и одновременно будут открываться по сигналу от термостата таких сервоприводов к одному термостату можно подключить до пяти штук в контурному термостату тоже можно подключить до 5 сервоприводов. Допустим, у нас в комнате 2 радиатора и 3 контура тёплых полов. Тёплые полы у нас подключены к коллектору тёплого пола. Радиатор у нас подключен к коллектору радиаторов. То есть на коллекторе радиаторов у нас будет 2 сервопривода. На коллекторе тёплых полов у нас будет 3 сервопривода. Они также подключаются все к этому кабелю. сервопривод от радиаторной системы подключается вот к этому кабелю. То есть, одновременно будут включаться и отключаться вот эти два радиатора, и также одновременно будут включаться и отключаться вот эти три контура тёплого пола. По сути, если у нас в каждой комнате установлен термостат, и все зоны управляемые, у нас сервоприводы будут стоять как на радиаторном коллекторе полностью, в данном случае, допустим, раз, два, три, четыре, пять сервоприводов, и на теплых полах. Теперь давайте пройдем в нашу гостиную и расскажу, как у нас работает данный термостат. Данный термостат, который управляет только теплыми полами, может работать также по двум датчикам. Он может одновременно работать как по воздуху, так и по датчику, который заложен в пол, то есть по поверхности пола. Также данный термостат можно запрограммировать, чтобы он работал только по одному датчику. Допустим, можно оставить включенным датчик теплого пола. При этом воздушный датчик по температуре помещения будет отключен. Давайте рассмотрим ситуацию, что у нас термостат работает по двум датчикам. Температура полов задана в районе 26-27 градусов. Как только температура по воздуху начинает превышать комфортно, термостаты, которые установлены непосредственно на самих радиаторах, начинают данные радиаторы уже убавлять, вплоть до полного отключения. Все три радиатора работают сами по себе за счет этих термостатических головок. Допустим, в кухонной зоне начали готовить, здесь стало достаточно жарко, тепло, и вот этот радиатор, скорее всего, отключится первым. Вот эти два радиатора еще в какое-то время могут работать. Если в гостиной тоже температура начинает уже превышать комфортно, данные радиаторы тоже либо уменьшаются, либо полностью отключаются. Работают только теплые полы. Но при этом термостат постоянно фиксирует температуру по воздуху, и, допустим, если мы задали на нем температуру, пусть будет это где-то 25 градусов, 24, либо 25, при превышении данной температуры начинают время от времени отключаться теплые полы. Это сделано для того, чтобы мы теплыми полами не перегрели сам воздух. То есть даже если отключены у нас радиаторы, мы теплыми полами, чисто теплыми полами, тоже можем сам воздух в помещении перегреть. И за счет данного термостата, который у нас работает по воздуху, также датчик имеет, он зафиксирует эту температуру и начнет отключать теплые полы. По поводу зонального управления теплыми полами и радиаторной системы утопления есть, конечно же, и другие решения. При возможности я, может быть, в следующих видео тоже об этом расскажу. А, кстати, я еще забыл сказать, что вот этим термостатом, который управляет и теплыми полами, и радиаторами, можно подключить не только радиатор, а за место радиатора может быть подключен внутрипольный конвектор, либо может быть подключена даже теплая стена. Большинство заказчиков, у которых еще не сделана система отопления, не понимают, нужно им такое управление, либо не нужно. Некоторые вообще не знают, что таким способом можно управлять климатом в своем доме по отдельности в каждой комнате. Поэтому я всегда рекомендую оставить закладные. А принять решение управлять, либо не управлять, вы можете уже потом. Для того, чтобы оставить закладные конкретно для данных термостатов, которые я сегодня рассматривал, достаточно подвести к месту установки термостата электропитание. Сам термостат установится в стандартный подрозетник, то есть туда подводить электропитание 220. От места установки термостата также нужно заложить обсадную трубу. Это может быть, допустим, гофротрубка для электрокабеля. Можно использовать ту же самую трубу, которая идет для теплого пола. Например, 16 труба. Кстати, она даже будет лучше в этой роли, для того, чтобы потом в дальнейшем у нее можно спокойно погрузить температурный датчик. Вот таким образом он погружается. И с помощью него уже можно будет снимать температуру поверхности пола. Конец трубы обязательно нужно заглушить, для того, чтобы у нас в будущем, когда мы будем заливать полы, бетонная стяжка не попала в трубу, и потом спокойно можно будет туда датчик уже погрузить. В заглушку желательно сделать, допустим, какую-нибудь медную, либо алюминиевую. Также от места установки термостата нужно проложить кабель с сечением 2х75. Если у вас управляется только теплые полы, закладывайте один кабель. Если вы хотите управлять и радиаторами, и теплыми полами одновременно, допустим, как в этой комнате, тогда закладывайте уже 2 кабеля. Данные кабели нужно протянуть до коллекторов, и оставить эти кабели где-нибудь вот здесь внутри шкафа. И после того, как начнете уже жить в доме, допустим, там через год, через два, если захотите управлять какими-то отдельными зонами, покупаете термостат, покупаете сервопривод, все это дело подключаете, и таким образом можно будет уже управлять там, где вы хотите, теплыми полами, либо радиаторами. И в конце видео хотел вам сказать, всех, кого интересует проект по системе отопления, водоснабжения и канализации, абсолютно бесплатно можно скачать вот этот вот проект, который был выполнен по вот этому домику, который у нас участвовал в нашем обзоре. Внизу в описании оставлю ссылку. Пожалуйста, проходите, скачивайте. Еще раз напоминаю, абсолютно бесплатно. Если будут какие-то вопросы, можете писать прямо тут в комментариях, либо на электронную почту. Ну, на этом у меня все. Если видео было хоть чуточку полезным, ставьте палец вверх. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok